Добрый вечер, уважаемые товарищи! Потому что, как вы знаете, у нас называется Ковского, мы диалектику учили не по Гегелю, да? Вот таким образом на этой волне, можно сказать, наша партия и вожди нашей партии после Ленина как-то так умудрялись изучать Гегеля без Гегеля, изучать наукологию, диалектику без того самого основополагающего труда, который называется наукологией. Что про эту книгу наукологии сказал Энгельс, который немножечко в этом деле про себя диалектики разбирался? Сказал, что только в этой книге наукологии Гегеля имеется компендиум диалектики. Вот мы с подготовкой моих лекций к изданию и пытались перевести это слово компендиум, Александр Сергеевич Козенов нашел латинско-русский словарь. Слово компендиум открывается так. Компендиум – кратчайший путь, прямая дорога. Кратчайшим путем к изучению диалектики, прямой дорогой к этому является единственной дорогой и единственной кратчайшей наука логики Гегеля. Тем не менее, в течение многих лет звания социализма, как угодно, так сказать, под разными предлогами и разными способами люди уходили. Я в том числе, которые уходили от этого изучения, чтобы Гегеля не изучать, причем самых первых наших теоретиков подметил уже и товарищ Ленин. В письме к съезду Ленин пишет, что вот из молодых сил наиболее способный Бухарин, любимец партии, законно считается теоретиком партии, никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения, с очень большим сомнением, могут быть отнесены к вполне марксистским. Ну и понятно, что это, конечно, высказывание у Ленина не о Бухарине только, высказывание и о партии. Но в партии в любимцах ходит, в теоретиках ходит тот, кто никогда не учился и никогда не понимал вполне. Я хочу сказать, что эта картина у нас не только не прекратилась, она сохранялась, она сохранялась. И когда мы сегодня решаем для себя вопрос, а почему так получилось, почему так получилось, что стране, которая построила социализм, имела такую мощь, набрали силу противоположные тенденции, которые в конце концов опрокидывали социализм, Я думаю, что одной из таких причин является как раз слабое знание диалектики или незнание диалектики проводящим составом партии, коммунистами, ну и теми, кто должен был бы претендовать на роль учителей, я имею в виду и вузовских работников, и научных работников. У нас многотомные издавались руководства по материалистической диалектике. Я читал рецензии на эти руководства, там 7-томные, 8-томные, 12-томные. В этих рецензиях написано, что это хорошая книга, большой труд проделали трудящиеся авторы этих книг. Единственное, что там нет диалектики. Так всё хорошо. А ведь диалектика делает своим объектом, логика, говорим о науке логики, делает своим объектом мысль. Если вот с этим объектом мысль делать, то люди будут жертвами дурных мыслей, глупых мыслей, совестных мыслей, правильных мыслей. Что, собственно говоря, и произошло. Ну вот, я не буду приводить примеры эготические, которые малоизвестными являются, а возьму примеры только, которые всем известны и которые являются массовидными. Например, после того, после расстрела Белого дома, как известно, была некая договорённость между КПРФ и памяти, и сурканы, о том, что, дескать, всех, кто сейчас в тюрьме управляем, а мы не ставим вопрос о раскапывании преступлений, которые сделал Ельцинский Белого дома. Проводим референдум по Конституции, после этого проводим, дескать, выборы в Думу, и участвуем в ней, и всё тихо, хорошо будет, так и получилось. А вот что было за референдум по Конституции, как он проходил? В то время я от РКРФ был членом Конституционного совещания, то есть прежде чем проводился референдум, было Конституционное совещание. В членом совещании, которое проходило в мраморном дворце в Кремле, присутствовали авторы разных всяких проектов Конституции, в том числе и РКРФ предлагало же проект Конституции, где советы предлагались, которые избираются через Трубивы. И эту инициативу взял на себя сначала Совет Рабочих Ленинграда, потом участвовал в этом и непосредственно выдвигал судья Солнцевского района Москвы, Слободкин. И у нас был такой хороший проект Конституции. Но у нас, как говорится, был не единственный проект. Во-первых, была комиссия, полного совета, который возглавлял Ельцин. Первым этой комиссией был Румянцев. Этот проект как проект комиссии Румянцева. Хотя председателем комиссии был Ельцин. Была одна конституция, которая приводилась в качестве проекта. Был второй проект, опять же, Ельцина. Вот тот, который сейчас считается Конституцией. Это проект, в том числе, в котором участвовали самые реакционные, правые силы, более реакционные, чем та буржуазия, которая тогда стояла у власти. Вот этот проект, считается теперь Конституцией. Был проект Собчака. Был проект Жириновского. Жириновский, поскольку он находился в зале Конституционного усыдания, он, так сказать, не брал из себя, кого бы то ни было. А он спокойно раздавал свой проект. Пал в руле Циркача. То есть, по крайней мере, было пять проектов, которые я назвал. Если бы люди наши, или за мыслью, привыкли, если не за мыслью, должны были сделать для себя вывод, что значит эти пять проектов должны были быть вынесены каким-то образом на голосование. Скажем, два этапа. Сначала определяют, допустим, то же самое Конституционное совещание, что выносится на голосование. Ну, допустим, два проекта буржуазных. А нас бы оставили за рамками. И было бы записано, что вот выносятся два проекта, проект такой, или один даже проект, который у нас считается Конституцией. Но за этот проект должны были проголосовать более половины граждан, имеющих право голоса. Более половины участвующих в голосовании, как сейчас, придет 20%, проголосует 11%, все в порядке. А более половины, так принимается Конституция, граждан, которые имеют право голосовать. Но я не на это хочу обратить внимание. А вообще какой-нибудь проект выдвигался на голосование в реверендуме по Конституции? Я вам докладываю, никакого проекта выдвигался на голосование, то есть в реверендуме, они вот в каком-то... Они, с одной стороны, зрячие, с другой стороны, в области политической, они слепые, без диалектики, без привычки следить за мыслью. Липые, потому что никто и не предлагал вам проголосовать за какой-нибудь проект. Казалось бы, вот тот проект, который получит больше 50%, тот и Конституция. Какой вопрос был, вот я вас спрошу, какой был вопрос на том реверендуме по Конституции? Вы участвовали в реверендуме? Ну, какой был там вопрос? Не упомнить ферендуме. Да, не упомнить. Я вам просто хочу сказать, что никто и не упомнит. Ну что, я помню. А вы помните. Вы за Конституцией. Преднаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Неизвестно, как вы. Как это неизвестно, Виктор Иванович? Конституция, как это неизвестно вам? Это вот неправильно. Конституция была, в Российской Федерации была. Но это та Конституция, которую они латали-латали советскую, РСФСР. Написали там глупость, РСФСР равно России. Как будто вот Джекистан, Узбекистан, что это здесь. Уже не Россия. Как не Россия? Советский Союз был исторической формой существования российского государства. Уже приходит Булат, и там рожки-доножки остались от Советской Конституции. Называлась она Конституция РФСР. Но это и есть Конституция Российской Федерации. Значит, за нее и голосовали. Значит, выходит, голосовали за нее. Правильно? Причем, что значит за нее? Она не требует еще голосования. Там спрашивали, признаешь ли вы Конституцию Российской Федерации? Только что стреляли по Белому дому. Теперь спрашивают вас, вы признаете Конституцию Российской Федерации? А вы признаете Конституцию Российской Федерации? Ну, если я говорю, что я не признаю Конституцию, что со мной надо делать? Ну, что со мной надо делать, если я не признаю Конституцию? Тюрьму. Достановлю закон и признаю человека, прям, публично. Ну, а можно и не доводить до тюрьмы. В это время решалось. Тайные голосования. Тайные, это тайные. Но мы прекрасно понимаем, что такое давление на людей. А выстрелы были открытыми по Белому дому. И в этом смысл этих выстрелов. Вот тогда голосование и прошло. Поэтому я, например, считаю, что это Конституция, которая сейчас есть, выстрелена из пушек танков к Белому дому. Потому что с формальной стороны никто проект Ельцина не рассматривал. Там не было написано, кто за проект Ельцина. Вы раз и проголосовали. Хоть один проголосовал за него? Ни одного. Кто за проект, допустим, Слободки? Ни одного. Кто за проект Собчиха? Ни одного. Кто за проект комиссии Румянцева, Верховного Совета? Ни одного. Ни за один проект, ни одного голоса никто не подавал. Что-то референдум по Конституции. Ладно. Оставляем это референдум в стороне. Я почему взял референдум? Потому что это явление, так сказать, ну, как бы перед глазами у всех. И в этом максимально много людей участвовало. Берем референдум 17 марта 1991 года. Человек, который изучает логику на самых начальных этапах, он первый итог главу прочитал и застрял. У него уже в голове застряло. То есть, если ты что-то читаешь, то ты вникаешь в смысл того, что написано. Что может воспроизвести, за что голосовали люди на референдуме в 1991 году, 17 марта. В чем ссылаются многие на это? Советский постсоюз как союза. Вы за союз советских социалистических публик, за обновленный союз. Вы за обновленный союз советских социалистических публик, как союз суверенных государств. Скажите, пожалуйста, в чем смысл этого логизма? В том, что человек, который проголосует за, вот в начале, в начале фразы, что идет? То за обновленный союз, то есть берем союз советских социалистических публик, перерабатываем его и получаем на выходе, что? Союз суверенных государств. Что такое союз суверенных государств? Это союз изолированных совершенно государств, не составляющих единое государство. Правильно? И однозначно, никак нельзя это трактовать. И, кстати, именно тогда и Горбачев предлагал ССГ. ССГ. Но СНГ, ССГ – это полные синонимы. Союз независимых государств, союз суверенных государств. Казалось бы, люди пели, мы за ГИН, мы за Сталина, мы за ГИН Советского Союза, союз нерушимый. Республик каких? Каких? Свободных. Свободных. А вы за что голосовали? Ну, так вот, вы вообще не голосовали. И правильно делать. Слушай, а если вы будете голосовать против, то уже иногда будут все вы против. Союзу, Советско-Социалистическую судьбу, обновленную Союзу. В общем-то, надо было бы голосовать бы против, конечно, здесь. Но, надо сказать, что ни на один вопрос на референдуме. Референдум не есть советско-социалистическая форма выявления позиций граждан. Потому что тот, кто проводит референдум, тот в нем и выигрывает. Вы проводили, люди, которые проводили референдум по переименованию Санкт-Петербурга, они его и переименовали. Вы что, знаете, какой-нибудь референдум, который вы выиграли не те, кто его проводили? Кто вставит вопрос, тот и получает нужный ответ. Потому что вас ставят в положение, да или нет. Вот я вас спрошу, вы признаете, что вы вчера убили человека? Давайте проведем, вот сейчас короткий референдум, но только вы будете голосовать. Признаете, да или нет? Нет. Вот какой человек, убил человека и не признает, что убил. Это значит, он упирается, значит, мы собирались ему от 8 до 15, я думаю, 15 надо ему дать повыше, как в мире. То есть, что такое вопрос? Тут сайт вопрос, кто-то выигрывает. Поэтому съезды должны быть, там, где люди выступают, где спорят, доказывают. А когда только вот та нет, так с помощью та нет. Вот видите, какие можно делать вещи. Их и делают следователи, допустим. Понимаете? Ну, не признаю, все еще хуже. Понимаете? Все отлично, сам признался. Можно закачивать, сдавать уже в суд. Поэтому, когда говорят, вот, злодей, так сказать, Шушкевич, там, Кравчук, Ельцин, подписали. Ну, а что, они подписали по итоговому референдуму. Ну, народ-то высказался. Это все хвалят, говорят, за референдум. Народ высказался. Вы чего читали, за что высказался? Все, что умели, почитайте, за что высказался народ. Народ-то к чему-то подвели. И народ так пошел, пошел. Ну, вот теперь спрашивается. То есть вопрос об изучении науки, лойки. Это вопрос, так сказать, логический, философский или политический. Вот собираются граждане, которые, вот, даже я сужу по аудитории, по составу, по количеству. Собираются граждане восстанавливать Советский Союз. Они будут из-за социализма говорить, но они не способны его восстановить, к сожалению. Потому что эта вещь предполагает, что это сознательно управляемое общество. Если люди не могут знательно, так сказать, обдумывать, что какие шаги делаются в этом обществе, они не могут его сохранить. Почему? Потому что каждое общество находится в процессе становления. Становление предполагает два момента. Переход бытия в ничтое прихождение. Переход ничтое в бытие возникновение. Если вы этого не видите, этого прихождения, вы ему не протестуете. И, значит, вы... Я хочу обратить внимание на некоторые, связанные с недостаточным изучением диалектики или с неизучением ее упорным. Несмотря на то, что делили, издавали, признавали, говорили. Несмотря на все это, картина продолжается в этом смысле. Вот новые появились партии уже после контрреволюции. Картина пока сохраняется. То есть, что же происходило? Во-первых, говорили, вот мы построили социализм. Это поняли люди, что они построили? Люди наши поняли? В каком году построили социализм в СССР? В 1936-м? В 1936-м? В начале 30-м. В 1936-м? Когда уже... А слово социализм построили? Социализм это строить, основанное на общественной собственности. Да? У нас коллективизация когда закончилась? Сначала 30-х годов. Всего? В городе общественная собственность, в деревне тоже общественная собственность. Социализм. А что такое социализм? Кто-нибудь здесь присутствующий может сразу сказать? Социализм это не собственность. Социализм это общественный строй. Тем более не собственность государственная, социализм это общественный строй. Какой? Как он называется? Что, есть такая формация социализма? В первой стадии коммунизма. Когда стадии мы построили, или коммунизм мы построили? Коммунизм. Коммунизм в первой стадии, или стадию мы построили. Коммунизм построили. И вот построили люди коммунизм. Во-первых, неплохо бы это было зафиксировать. Нигде это не зафиксировано. Где вы видели в документах хорошего времени, когда были хорошие люди, хороший социализм. Где зафиксировано, что построен коммунизм? Нет. Они зафиксировали, пришел болван и провокатор, Хрущев, и вдруг стал заявлять на 22 съезде, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммуниции, будет. А чтобы до этого не было, что ли, коммуниции? Часто легко это объяснить, что это коммуниция. Считайте, сколько стоит бесплатное жилье то и сейчас, образование то и сейчас, и медицина то и сейчас. Вот если вот наши докеры считали, жилье 87 тысяч на месяц получается, на месяц, в расчете на месяц, там, ну если вы борьбаете медицину и образование, там какие цифры, что понятно, что все согласятся, что живут при коммунизме. Но это уже, так сказать, как бы не теоретическое определение, я говорю о теоретическом определении, это был коммунизм или не коммунизм. И вот, и послушали, и что, возразил кто-нибудь Хрущев, сказал, да что вы, окститесь, а что значит нынешнее поколение будет жить при коммунизме? Вы что хотите отобрать на время, а потом снова вернуться, что ли, к нему? Что значит нынешнее поколение будет жить при коммунизме? То есть будет капитализм и потом снова опять, видимо, вернёмся к коммунизму. Так что ли? Так и будет со временем. Так и будет. Нынешнее поколение, да? Нет. То есть он смотрел вперёд. Нет, неправильно. Будущее. То есть смысл-то получился у него прямо противоположен, что нынешнее поколение, которое не следит за логикой, оно будет жить при капитализме. А при этом ему можно говорить, что вы будете жить при коммунизме, чтобы его нейтрализовали, чтобы оно успокоили, его оглушили разоблачением кулька личности, ему наговорили, что вы будете жить нынешним поколением при коммунизме. По коммунизму понимается не так, что это напряженный труд в интересах общества, а что богатства подьются полным потоком, так надо успевать подставлять ведра к этому готовить, потому что не будете успевать подставить другие и подставить. Вот Абрамович подставил, он тебе на яхты ездит. Вот я вас поздравляю, Лисин тебе на первое место вышел. 18,8 миллиарда долларов. Я вот уже поздравил Докеров. У нас три компании Лисину принадлежат к порту. Это первая стивидорная компания, вторая стивидорная компания и четвертая стивидорная компания. И я в то же время подверг их к критике. Уж могли бы как-то собраться, да чтобы не поздравился. Что такое 18,8? Две десятых миллиарда можно было и покинуть товарищу Лисину. Надой. И вот с этой точки зрения довольно сейчас странно выглядит. Как же так люди это дело не осознали? Или как не осознать, что социализм, как нижняя фаза коммунизма, если написано это в государстве, в революции, написано в критике годской программе у Маркса, значит Ленина, вроде бы как читали. Вот Маркса вроде бы как. Хотя я хочу вам доложить, что вот я, будучи заведующим кафедрой теории научного коммунизма, университета марксизма и ленизма Горкового партии Ленинградского, участвовал в проверке системы политпросвещения. Вот в частности приходим мы на красный треугольник. Который сейчас треугольник, который давно сдает в аренду свое помещение. Двадцать лет уже в системе образования. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, уважаемый Иван Иванович, какую, а хотя бы одну ленинскую работу вы прочитали за двадцать лет своего обучения в партии? Никакую. То есть система партийного учебы, лекции, семинары и изобвение того, о чем говорил Ленин. Мы хотим, чтобы нас меньше почитали и побольше читали. Почитания были, и памятники стоят, и за памятники нас боролись. Вот те же люди, которые боролись за памятник, они так много боролись, что сюда уже они не будут изучать Ленина. Борьба ушла вся. Мы поддерживаем, мы пытаемся даже этот памятник, который в шалаше, пытаемся его оживить. Тем, что берем, то собираем людей, которые разбираются в ленинизме и актуальность его показывают. И 22 апреля состоится конференция, четвертая ежегодная международная конференция Ленина в современном мире. И в 10 часов, и я всех приглашаю, кто здесь есть, мы отправимся в Черные речки, и там будет серьезная научная конференция. Так как и получается, что как-то мысль, без которой нет вообще социализма и коммунизма, в которой вообще нет партии, потому что партия, по определению, это соединение рабочего движения без научного социализма. Если есть просто, так сказать, научный социализм, ну это Маркс, он пишет книги, можно читать книгу, можно не читать, партия тут ни при чем. А вот соединение научного социализма с рабочим движением, по этому поводу все Ленин разъяснил, что нельзя, вполне, ну, во-первых, он разъяснил, что тот, кто не будет изучать капитал Маркса, из него марксист не получится, мы почитаем другое. Вот вообще и Толстого издают такого на Западе. Как еще на издании там есть, там, вы вообще это, можете это просто в звуковом варианте там сокращенном. Помикс с картинкой. Да, все что угодно. Нельзя вполне, а Ленин что говорил, что нельзя вполне понять капитал Маркса, то первой главы не поняв и не простудировав всей логики гейминга. А что нельзя понять капитал Маркса, он не говорил. И вот, наоборот, говорил, что капитал должен стать настольной книгой каждого сознательного рабочего. Каждого сознательного. Каждого рабочего. А каждого сознательного. То, у кого настольная книга, тот и сознательный. А у кого не настольная книга, тот и рабочий. Ну, и вполне ничего сознательного. Настольная книга, может, он ее и не прочитал, но на столе лежит, по крайней мере. Хоть и ставит иногда, хоть ставит на нее что-нибудь. Как-то так общается с ним. Настольная книга. Обращается, иногда что-то достает, смотрит. Настольная книга. Но вполне нельзя понять капитала Маркса, не поняв и не простудировав всей логики Геги. Он пишет в философской тетради. Поэтому никто из марксистов понял Маркса и полвека спустя. Вот я Ленина прочитал всего и хотел вам сказать, что больше всего меня удивило и породило одно высказывание Ленина. В письмах он пишет, что у нас большевиков, кадеты эсеры до 90-ти, умеют думать, только заучивают и повторяют слова. Это писалось в отношении партии, железной когорты, которая шла на революцию. И вы знаете, как проходило празднование 50-летия. Он пришел, сделал доклад о том, что партия не должна зазнаваться, о том, от чего умирали все партии. Потому что они зазнавались и предоставил дальше гражданам праздновать свое 50-летия. И, так сказать, занялся практическим... То есть вопрос, вопрос, вот без социализма, это вопрос вообще напряженной работы. Который, можно сказать, народ, в том числе революционно настроен народ, отвык. Революционно настроен в том смысле, что он хочет совершить революцию. Для этого он берет красный флаг и идет. Этого мало. Потому что этого, это как бы форма проявления. У нас ведь под красными флагами райкомы все стояли. И обкомы, и ЦК. А потом, когда ему сказали, выйдите, пожалуйста, в чемоданчиками, куда пошли? В банки пошли. В банки пошли работать эти. Они никуда не пропали. Никто их не преследовал. Более того, хочу вам сказать, поскольку я был членом Ленинградского компартии, и присутствовал, единственный раз присутствовал на заседании бюро, когда было только три члена бюро, уже после событий ДПП здесь. И был только главный инженер НПО «Равенство», ввел второй секретарь Яшин, и присутствовал Белов Юрий Павлович. Руки тряслись, он говорил, ой, у нас только в 1-2 часа это помещение. Я его показывал, говорю, что волнуйтесь, это наш дом просвещения на партийные деньги. Товарищ Яшин доложил, я не волнуйтесь, все партийные деньги будут прийти. Понимаете, для этого нельзя было не договориться с контрреволюционными властями, потому что это уже было после контрреволюции. Время, значит, была. Вы можете спросить, товарищ. Вот эти все размышления, приходят нас на мысль, что учить Гегеля не по Гегелю, я отвечаю на буквально поставленный вопрос вот этой лекции. Как изучать науку логики Гегеля? Это все равно, что если бы я, скажем, поставлю бы вопрос, что вот если надо изучать Менделе, то не надо изучать ни Ньютона, ни Эйнштейна и так далее. Но если вы хотите изучить диалектику, то единственное проведение, в котором есть кратчайший путь, кратчайшая дорога, прямой путь в диалектике, это науку логики Гегеля, надо изучать. Это надо понимать, что такое свободное время. Свободное время. А, время свободное. Есть свободное время? Да, от незнания того, что такое свободное время. Свободное время. Да, человек не должен отдохнуть. Да, вот это и есть, я бы сказал так, как бы с позиции здравого смысла, понимания свободного времени. С позиции здравого смысла. У нас здравое у вас. Здравый человек, каждый так скажет, никто не говорит, что это не здравое суждение. Но это здравое суждение, не истинное, даже правильное, не истинное. Во-первых, есть рабочее время. Все, что кроме рабочего времени, нерабочее время. Нерабочее время человек спит, чистит картошку, стирает белье, часами ездит на транспорте, стоит в очередях, платит за то, платит за сё. И чё-то тебе куда тратит время. И ещё отдыхает. А отдых – это несвободное время. Это восстановление своих врачных сил. Восстановление просто способностей к труду. Поэтому, при этом, если он даже занимается физкультурой, это ещё тоже несвободное время. Он поддерживает тонус, чтобы быть в состоянии дальше продолжать свою трудовую деятельность. И свободного времени у него даётся для развития очень мало. И оставшееся время, то, которое не подвержено давлению внешней необходимости, необходимости, небольшое, можно уже, поскольку под таким давлением находился, сесть около телевизора и смотреть, как убивают там, режут, жгут. Это будет свободное время? Не будет свободное время. Потому что, согласно Марксу, свободное время – это время для свободного развития. И вот, то есть, не отрицательно определяется время, чего я не делал, что это не надо делать, то не надо делать. А это надо понимать именно так, что, если в это время человек развивается, это у него свободное время. Если он деградирует, а у него уже от всего освободил, и вот теперь он деградирует. Говорит, можно водку пить. Мы, говорит, балдели. Ну, что значит, балдели? Ну, и стали дураками. Понятие наук и логика – это свободное время. Кто занимается, тот свободный. У тех, кто сейчас здесь сидит – свободное время. Школьников, студентов больше всего свободного времени, потому что всё их время свободное. У них всё время для развития. Нашего брата, профессоров, преподавателей, тоже всё время почти рабочий. Вот сейчас у меня было четыре часа. Было свободное время, потому что студентов я учил, но я-то при этом не глупел от того, что я их учу. Там всё время оттачивать, что там нужно. Как вот им рассказать, чтобы можно было вот здесь рассказать. Потом я вот им объясняю, что такое материя, и сам я начинаю понимать. Опять студенты попались очень глупые. На пятый раз я уже понял. И до сих пор не понимаю. Это наш такой преподавательский анекдот. То есть поэтому считать, что вот это вот такая механическая работа, что мы не развивали, тоже нельзя. То есть преподавателю существует в свободное время общества. Он не просто в свободное время общества, то есть свободный от производительного труда. Правда, некоторые товарищи тут вот выступают. Есть труд производитель. Они не хотят видеть это в различии. А вот этой проблемы нет. Вот мы, например, как люди, освобождённые от производительного труда, должны служить людям. Произформят, поют, одевают, пиджак этот не я сам сделал, ткать я не умею, и галстук не я сделал, и красил не я, и так далее. Значит, мы какую-то ответственность несём. Некоторые люди, которые считают, что вот услуги, в том числе и оборудовательные, они сами по себе производительный труд, они, коборот, свободные люди, они, наоборот, так сказать, кто вы там, товарищи, можно сказать, о, какую стоимость, а вы там, кто ведёте за наш счёт? Обратная картина получается. Так вот, изучение науки логики Гейля это самая, что ли, на есть свободная вещь, для развития. Потому что без него нету развития. И смотрите, что нельзя вообще сохранить социализм. Почему? Я знаю, что есть три источника, три составных части марксистов. Три какие? Раз, английская политическая карта, три социализма. И французский социализм. Вот, так сказать, социализм, который был источником научного социализма. Но нельзя вполне понять капитал Маркса без науки логики Гейля. Если рассматривать марксизм как табуретку о трёх ножках, то, значит, одна ножка науко-логики, диалектика, дескать, трудно изучать. Но на двух ножках уже никто, редко, не стоят. Ну и второй же ножки нет, что нельзя вполне понять капитала Маркса, не поняв и не простудировав логики Гейля. Значит, и вторая ножка. Но если она и есть, то очень короткая. Только если сядешь, точно свалишься. Я спрашиваю, а что, говорит, у вас погиб социализм? А что он у вас вот не погибнет? Я вообще удивляюсь, как он долго у нас держался. И чем больше я изучаю науко-логике, и, так сказать, его распространения, изучения, и лексики, и теории вообще в России, в СССР, я вообще больше поражаюсь, как долго держался социализм. Так высоко залетели, так высоко при Ленине там, и с помощью Ставина залетели, что он так, прежде чем упасть, так долго кружил, топливо вырабатывал, так долго кружил, что, так сказать, просто даже удивляюсь. А сейчас думает, он поднимется вообще без топлива. То есть без этой вот работы духа. Ну, с чего началось? С кружков, с ленинских началось. Вот здесь кружки, вот пойдите и посмотрите, кружки, здесь вот Кренин вел кружок, здесь начинало это что-то, кружки для союза борьбы за освобождение рабочего класса. Изучали, и никогда не прекращали изучать, и всегда занимались этим. Сейчас, ну вот, даже вот мы наблюдаем тут картину как-то. Ну, кого мы тут приводим? Ну, а кого уходим? Академикам? Кроме жара Салферова. Он у нас выступал, у него все дети, можно было туда прийти. А так больше мы вот никого подтащить не можем. Давайте мы как-то вот, как-нибудь будем мы не поедать, как мы будем вот попроще, нельзя попроще. Как вот, помните, когда их спрашивают, а как вот из одной овчины, нельзя вот две шапки сделать? Ну, можно и две, а три, а шесть, ну, а семь, а семь очень маленькие будут уж. Можно и семь сделать, но уже больше вряд ли стоит. Так вот, это вот настроение такое, что я говорю, о, это сложно, это долго, да. Ну, прошу, ну, вот, быстро получилось, вот, быстро, что через 70 лет рухнул социализм. Что раз хотим, чтобы было быстро? Даже я не знаю, как вот, с какой, так сказать, совестью можно начинать строить социализм, если не сграемся, мы вот эту проблему решили. Ну, невозможно это строить. Крудную там, какую-никакую, не надо изображать из себя революционера. Это форма, так сказать, проведена, досуга. Я предателем буду ходить, приходить, там, выступать. Но этого мало, к сожалению. Ну, и, так сказать, ответ-то, вопрос, который поставлен, очень простой. Надо, Ленин вот говорит, что надо штудировать. Что такое штудировать? И чем, это простые книжки, они просто открываешь, если у вас Лев Толстой, «Война и мир», и читайте себе. Платина не пропускать. Некоторые любят заглядывать в конец. Я бы вот не советовал. Почему? Потому что, ну, в этом же, так сказать, развитие сюжета, очень важно, как это событие. Я просто посмотрел, чем кончилось. Вроде можно, это же художественное произведение. Ну, а если это научное произведение, как можно глядывать вообще логике? Что главное в диалектике? Какие-нибудь выводы или само выведение вот одного положения, другое. Самое главное в диалектике выведение. Я, по первости, когда первый раз прочитал «Науку логики» в 1900-шал, я очень быстро, за две недели. Пописано у Ленина, что нельзя вполне понять капитал Маркса, не поняв, не проштодировал. В логике Гегель я поступал в это время, кончил матмех и поступал в аспирантуру. Я туда приду, там все и капитал знают, и Гегель знают, а я, как это, гадкий утенок. Надо срочно прочитать. За две недели, законспектировал «Науку логики», а я действительно оказался там гадкий утенок, я единственный оказался. Меня, конечно, не заглядешь, потому что, я не представляю, как можно меня... Но я хочу вам сказать, что я вот эту картину даже и не представлял. Ну, это же было и в Советской. У нас один человек на философском был геологический. Один. Вот он куда-то ушел, но поскольку он к марксизму не тяготел, а это идет дальше, так сказать, дальше. Геологическая Гегель становится так вообще больше. То есть надо, во-первых, изучить. Когда я понял, я понял значительно позже, уже сделал кандидатскую диссертацию, когда в дискуссии сказал, что Гегель это главное, не всякие там формулировки, выводы, а вывести. Выбросил эти все конспекты. Мысл конспекта в том, что ты, ну, что-то интересное выписываешь. А смысл Гегеля и логики в том, что как из этой категории выводится, что значит сделать конспект. Ну, Ленин, например, хотел сделать такую работу. Готовил конспект науки логики Гегеля. В каком году? Когда ему было 44 года. Когда все запуталось, непонятно было, как вообще решать проблемы. Как выходить из этой ситуации, война, никак, так сказать, не поменится. И вот он в 1914 году, будучи 44-летним, в рамках он садится из-за изучения. Сам и подчеркивает, вот это я очень тоже бы всем рекомендовал. Не вместо, конечно, изучения диалектики Гегеля, а ну, как бы для поддержки. В трудном деле как-то хочется, чтобы тебя какой-нибудь авторитетный товарищ. Тебя жалко, молодец, давай еще. Я тоже изучал, тоже трудно. Там Ленин пишет, ну, типа, да. А доходит, когда-то учение о сущности, там, где говорится о движении, это ничто, ничто. Срава этого не может. Аккуратно, пожалуй. А там ведь ситуация такая, сущность это отрицание бытия. Отрицание бытия это ничто, значимому ничто. Так иначе нельзя. Ленин пишет, пожалуй, так можно вернуться. Я стараюсь читать его материалом. Потом делает вот, что у него философское завещание в журнале под знаменем марксизмного предисловия «Означение военнослужащего материала» «Мы должны стать кружком, Ленина любим, мы его раем». Ленин говорил, и все мы должны стать кружком, и штудировать, толковать, материалистировать. Дескать, Ленина мы любим, но делать, как он с этим, не были принципиальные, сказали, что они будем. Значит, так получается. К сожалению, я констатирую. Это неизвестно, что я сказал. И не широко известно, как-то не афишируют это вот. Говорят, вот Ленинское завещание, и когда здоровый был, вам написал, это не, мы не в чёрт, то, что здоровый пишут. Вот то, что больной был, тогда только, то, что он диктовал, а то, что кто-то записывал, а потом потом расшифровывал. Вот это только будем принимать, так мы не будем. То, что он делал, в будущем здоровым. Хотя, конечно, даже Троцкий и тот понимал, что отношения Ленина с партией исключали, какого бы это быть. Ленин, это ваш партия рабочего класса какой-то. Может быть, завещание? Собственность, что же Ленина партия. Как можно об этом вообще говорить? Нет, вот Ленин завещал. Заветы Ленина, это другое дело. Другое, правильно? Заветы. Заветы, а не завещание. Ну вот, прямо говорит, что мы все должны стать кружком, любители. Если не будете любителем, не будете кружком, не будет партии, не будет социализма. Может быть, социализм, но без диалекции. Потому что это, как человек, не знающий физики, хочет космос-коравый. Хоть будет корабль. Знающий математики может запустить в космос, а может рассчитать траекторию. Нет, мы вот математику не будем изучать, вот твердо решили, но в космос запускать твердо будем. Тогда не знаешь, как-то копайте в убежище, куда вы это все запустили. Ну вот, первое, то есть, во-первых, я уже сказал, как не надо изучать. Не надо изучать, не погибли. Вообще надо изучать гениальных людей по гениальным книжкам, а не по каким. Второе, то, что это скотпор, может быть, Ленин. Конспект на Укологии, почитайте его, поизучайте, и увидите, что Ленин, есть направленность конспекта, на то, чтобы вы не конспектом ограничивались, а Гегеля изучали. Да? Да, направленность у Ленина. Вот, а значение военностовающего материала и ждали заметочку. Ну и, наконец, как вы понимаете, надо самого Гегеля. Я был такой тоже в жизни. Вот, я прихожу к академику Александрову, нашу ректору, он же известный геометр, математик. Ну и он у нас на матмехе преподавал, я к нему прихожу. Я говорю, Александр Данилович, а вот вы тут у нас выступали в актовом зале, он выступал с лекцией 16-ми метров диалектики у Ленина. Полный зал был тогда. Вот тогда было. Народу много интересовались этой диалектикой. Дал, ректором шел, университет, академик Александр. В 60-х годах. В 60-х годах. Я в 68-м закончил уже. Подходил я к нему точно на одной из лекций. И говорю, так Александр Данилович, после этой лекции его публичной, так что, по лени, по конспекту, на угловике надо изучать. И Александр, он такой борода лопатый, говорил на меня, злобно-то как, рёкнет. Чего это по конспекту? Гегеля надо изучать. Это ответ вот на тот вопрос, который, так, ну, конечно, Гегель надо изучать. Ленин на него дал ответ. Но Кандеров тут ничего тут нового своего не сказал. Сказал то, что сказал Ленин. А что значит? Ленин говорил, что нельзя просто изучать. Прямо написал, нельзя просто, надо штучить, вернуться. Непонятно, стало понятно. А у нас сейчас вообще идеальные условия. Вот сидит Александр Сергеевич, который, может, сюда подсказал. Причём по Гегелю. Так? Я могу где-то подсказать, помочь. Значит, Александр Владимирович, золото. Вот у нас товарищ Толхо, который ректор нашего университета. Вот сидит Иван Михайлович, Герасимович. Вот Трабусов. То есть вот дальше. А что значит? Ну, есть люди, которые изучают, которые теперь вот такое одиночество, которое у нас было? Нет, у нас уже кружок такой вот расширен. Ну, и если это дело пойдёт, и оно будет появляться, то у нас тогда вполне будет оптимистический взгляд нам делать революцию. Делать революцию, чтобы она потом кончилась тем, чем кончилась наша, ну, второй раз нам как бы история не позволит. Всё, чего и затевать тогда. Если вы не собираетесь изучить, что на виду с возникновением есть ещё и прихождение, и что надо бороться и вести классную борьбу, а ведь вот сидели грамотные люди, как вот они прошли всю систему, и сидели на 20-м. На 22-м съезде сидели в 61-м году. Вот Хрущёв там написал. В программе это всё было выдано, всем роздано, голосовали. Голосовали, никакой борьбы не было, кто против программы выступал. Вы же, ты слышали, что это? Кто-нибудь выступал, сказал, нет, там треть программы. Нет, всё хорошо, потому что это наш съезд, он теорию развивает, а теорию на съездах развивает. Дескать, мы ничего сейчас читать думать не будем, будет съезд, там какие-то дурачки что-то напишут, мы там проголосуем. И что нам написали? Класса борьба прекратилась. В 56-м году сказал Хрущёв, а для чего сказал? Проверить, как народ возьмёт, а никак. Ура! Прекратилась. Вот, всё, можете не бороться, всё будет полным потоком само будет длиться. Надо бороться. Хорошая-то теория, мне его очень нравится. Ничего не надо делать, всё само приплывёт. Это вы объявили кому? Вы нашей стороне объявили, вы нашу армию демобилизовали. Это как у Троцкого было, помните? Значит, армию демобилизуем, войну мир и договор не подписываем. Брестский мир. И что произошло? Стоит пошло наступление немецких армии пошло. Захватили там всю Украину, и у нас мир потом был похабный. Говорили, ну что, мы такой мир заключили, всё почти отдали. Если бы не революция в Германии, очень нам было бы тяжело. Но революция в Германии была, и немецкие рабочие нам помогли снова, так сказать, вернуть себя назад в Дембрии. Ну, а здесь то же самое. Всё, мы демобилизовываемся. Партия, которой Сталин призывал, чтобы бороться, класса борьба продолжается, и только форма её меняется. Ленин об этом говорил, и Сталин об этом говорил, и везде было записано. В программе ленинской, которая Сталином ни одна буква не была изменена. Сталин вообще не занимался писанием. Дело практически, давайте будем выполнять. Выполнял. Ну, если что-то у него не получалось, у вас всё получается. То есть мы можем сказать, что вот Сталин то не сделал, то не доделал, то не совсем осуществил. Или там отступил. Ну, он старался осуществлять программу. А эти же программу переделали. И что, как вот наша эта славная верхушка нашей партии, идеологи, академики уже были, профессора, товарищ сознательный рабочий, образованные крестьяне. Кто-нибудь заметил, что уже вам сказали, что всё, класс выбора закончился. Ну, работа «Великий почин» Ленина читали. В ней написано, что классовая борьба продолжается до полного уничтожения классов. А дело это очень долгое. Что для этого надо ликвидировать различия между городом и деревней, физическое и умственное. Что написано у Ленина? Что не читали? Не читали. Нам скажут на съезде. Нам скажут. Зачем читать? Меньше читать. Как вот такое? Не было никакой борьбы. Без борьбы. Дальше. В этой же работе, маленькой, кому неизвестна работа, в Великий почин, в маленькой работе написано, китатура Польтериата, научная, вот только философское выражение, только определенный класс, а именно городские, промышленно-рабочие, обратите внимание, и рабочие, и строительные, и не городские, и промышленно-рабочие. Состояние руководить все массы трудящихся эксплуатированных во всей борьбе за полное уничтожение классов. В 22-м съезде преспокойно, под знаменем ленинизма, полное собрание сочинений, когда при ком было? А что-то? По-моему, вакуальный решум был им разверт. А? В 70-м. В 70-м. Ну вот, так сказать, начал это вот, полное собрание. И Сергеевич вырвал ленинца, верный ленин, он же так и шел, верный ленинец. То есть, стоит человеку объявить себя, верный ленин, какому-нибудь жулику, перед лицом партии, которая соединяет научно-социализм с рабочим дежурением, у него ленин везде, везде под рукой, тут ленин, тут ленин, тут ленин, тут март. Говори, что хочешь. То есть, создалась такая ситуация, идейная. Любой проходимец может делать все, что хочешь, ему не противодействовать. Ну и что, при этом можно сохранить социализм? Как вы считаете? А можно построить социализм, если не выйти на этот уровень, который, теоретически, который необходим для строительства социализма? Ну это вроде того, как, если у вас нет руля, так вы можете вытаскивать, куда-то прийти? Приплыли. Вы уж прямо говорили, Горбачев говорил, что бы нам перестройку активную? Надо что сделать? Во-первых, надо сломать административную систему. Читали? Много людей писали, что это архи глупость. Что такое сломать административную систему? То администрейт, по-английски, это управляет. Руль надо отломать. Зачем вам руль? Вам же прямая дорога к коммунизму. А руль-то вы что, свернуть хотите, товарищ Шабусов? У вас есть автомобиль? Отломайте руль, потому что вы, возможно, хотите свернуть с коммунистической дороги. Отломать руль. Но это еще не все. Надо разбить механизм торможения. Я цитирую то, что Горбачев говорит. Что-то не смеялись люди, вот повторяют, как попугай. Повторяют, как попугай. Так, тормоз. Зачем вам тормоз? Вы же к коммунизму собрали. Вы так ведь, я понимаю? Вы же к коммунизму едете. Ну, а зачем вам тормозить на эту дорогу? Давайте скорее, наоборот, нажимаем на тормоз. И вот машина без тормозов и без руля. И без руля. Что будет с этой машины? Ну, что будет? Вы видите, она так-так, понесла ее на кочки. Она развалилась, разбилась на кусочки и так далее. А что, это вот раньше непонятно. Я уже не говорю о том, что там вообще экзотические вещи были. Вот это уже менее, не все помнят. Не знаю, помните бы. Разблокировать противоречия еще. Ну, правда, это новая идеальность. А что, сблокированные противоречия? Во-первых, а зачем их разблокировать? Сблокированные? Это специализм. Однажды мы подговорили товарища Федонова, кто должен был выступать на коммунистическом мире. такая там была формула у Горбачева, что надо углублять перестройку. Углублять. Не, не, что это такое? Во-первых, перестройка, ну, перестраивайте, можно перестраивать хлев в дворец, может, дворец в хлеб. Ну, Горбачев перестраивал дворец в хлеб. То есть, вы где сказали, вы за перестройку или нет? Так вы скажите, что во что вы перестраиваете, тогда я скажу. А что, значит, я за перестройку? Так же, вроде как, призывали, чтобы они говорили, да, мы за перестройку, но не за такое. А с чего это вдруг? Потом до реформирования стали. А теперь это что? За облик. Облик вооруженных сил меняем, фуражки меняем, а заодно сокращаем. Тех, кто режурит, около баллистических подъемов. Деньги ушли на фуражки, не до ракет теперь. И что пугать? И вот Федотов тоже был произнести фразу, он изучал эту галактику, «Перестройка не яма, чтобы ее углублять». Он так здорово это произнес, как жохнет наружу. Стало это фраза. А сразу в программе «Время» рабочий докер сказал, что перестройка не яма, чтобы ее углублять. И выкинули это все. И больше никогда не употреблялось. Я, значит, на съезде Компартии РФСР тоже транслировался по телевидению. Готовился и, значит, главному тезису Горбачеву, что перестройка – это революция. Перестройка – это был зал Кремлевского дворца съезда. Сзади сидели Горбачев, Готов, вся эта январь, вся эта компания. Что перестройка – это контрреволюция. Это показали вечером в программе «Время». А потом уже без показа профессор из Ленинграда сказал, что перестройка – это контрреволюция. Вы знаете, кто-нибудь возражал? Просто прекратились фразы, что перестройка – это революция. Но ни разу никто никогда из этих кругов Горбачевских не стал доказывать, что это не контрреволюция. То есть я хочу сказать, что вот если смотреть за мыслью, много можно увидеть того, чего люди не увидят, если они это не… Например, у Ленина написано «руководящая роль». А вы не помните приближнее? Вдруг стали говорить, что у нас ведущая роль рабочего класса. А если вы напишите, а я писал тогда статьи и подавал в печаль, то напишите «руководящий вычеркивает редактор» – ведущая. Теща, у меня была ЗАНУ, Главного управления народного образования, она поздравлялась 1 сентября. Я говорю, Ленина Ивановна, вы как будете говорить «поздравляйте руководящего»? Вы скажите «ведущий». Я-то скажу «руководящий». Но в тексте вычеркнули, написали «ведущий вычеркивает редактор». Мы тут даже думали, как же нам тут выкрутить с этой ситуацией, чтобы печатать. И, значит, сказал «насер, рабочий класс, руководитель нашего общества». Она говорит «черкивает, а слово «ведущий» нет?» «Нет, ведущий». И так у нас пошло руководитель, руководитель, и мы эту линию как бы провели. У вас есть ведущие колесо? За рулем. И они же. То есть, дескать, пусть ведет меня, нас, рабочий класс, куда мы ему скажем. То есть, классовая борьба, ведь она идет в сфере идеологии, в том числе в теоретической сфере. Люди хотят участвовать в классовой борьбе, они должны участвовать в ней сознание. Человек, который не изучает науку логики, я не сказал «изучил», «все понял». Этой задачи я бы не ставил. Пусть человек медленно читает, пусть стром. Человек даже со скоростью, если идет он, за 100 часов пройдет. А если человек идет со скоростью ноль, он хоть сколько часов. Наше большинство товарищей, коммунистов, идет в изучение идеологии со скоростью ноль часов. Поэтому, сколько бы времени ни прошло, он умрет. Поэтому надо такую задачу поставить. А штудировать, говорил Ленин, это значит возвращаться, общаться, обсуждать с товарищами, спорить, если надо. Но, во всяком случае, мы, Ленин, должны осуществлять систематически, как единицу. Вот к этой единице можно приписывать нули. Политические выступления, наша, так сказать, организационная работа и так далее. Но если этой единицы нет, то это все нули. Каково значение этой, каково ее значение? И это, как вы хорошо понимаете, не моя точка зрения. Я вам сослался на точку зрения Ленина для проверки того, что я от себя это говорю. А лишь воспроизвожу на занятии то, что сказано Владимиром Ильичом, который просил, чтобы нас меньше почитали, побольше читали. Откройте конспект новопилологии Гегеля, это он. Второе, пожалуйста, откройте его работу, это предисловие, введение, вступительная статья первому номеру журнала под знаменем марксизма. Там он прямо говорит, кто, кем мы должны. Вот, собственно, и ответ на тот вопрос, который поставлен у нас в плане. Спасибо. Переходим к вопросам, пожалуйста. Да. У меня два вопроса. Ух ты. Вот 17 марта 1991 года был бы составлен такой составленный вопрос. Нет, вопрос был составлен Яковлевым, я думаю, и Горбачевым гораздо ранее. Тем более. А с 17-го уже люди не составлены был вопрос, а люди приходили и как болваны отвечали на этот вопрос. Большинство. Вопросы сократим. То есть это вот Яковлев и Горбачев. Ну, а кто? А кто у нас был секретарь по идеологии? Яковлев. А кто был генеральный? И вот люди думают, что им хороший вопрос поставить на референдуме, если при власти изменники делают социализм. Ну, неужели такое может быть, чтобы такие вопросы, как референдум, кто-нибудь, это люди пропустили, они бы занимались там чем-то другим, а вопросы передали бы каким-то марксистам. Да, как вы представляете, марксисты, которые будут, ленинцы будут задавать вопросы о Советском Союзе. А они, значит, которые распиливали Советский Союз и совершенно сознательно его уничтожали, они бы в этом не участвовали. Ну, а кто составляет вопросы? Это же вопросы всенародного референдума, это было закреплено решениями ЦК. Я был в этом ЦК, вот мы с Золотом присутствовали на комиссии по разработке программы. Там эти все секретари ЦК, это вот как вот уборщицы у Горбачёва. Кто скажет, не тот уволит. Выступил один в поддержку у нас преподавателей из университета, на завтра сделали секретарем ЦК. Полумин был, Владимир Валерьянович, как его фамилия, не знаю, из Ульянова Ленина, завкафедра. Выступил в поддержку Горбачёва-Горбачёва. И вот тут же, уже Геннадзе был секретарем, и тут же, но через месяц не стало. И ЦК КПСС, и КПСС не стало, но он месяц был секретарем. Полумин. Вот Китай достаточно высоко поднялся в экономическом плагах, вы считаете. Считают там Макса и Гегеля? Я думаю, что Соединённые Штаты Америки ещё больше поднялись в экономическом плаге. Китай ещё очень далеко. А мы, при том, что мы читали или не читали, никогда не были на таком месте Штаты Америки. Разные вопросы. Потому что развитие экономическое вполне совместимо с империализмом. Крупные империалистические страны, которые, так сказать, практически планомерно ведут своё хозяйство, и имеют крупные монополии, они дробят свои предприятия, они хорошо развиваются. Что мы имеем в Китае? В Китае мы имеем такую же ситуацию, как в период НЭПа у нас. На каждом предприятии есть партийная организация. И эта партийная организация контролирует всё экономично абсолютно. Поэтому, это вот сейчас говорят в Китае, а кто в Китай руходит? Китай традиционно изучение, изучение диалектии, хотя оно идёт... Поэтому они вообще неплохие диалектии, китайцы. Может им легче даже изучать диалектию, чем нам. И хотя, конечно, эти успехи связаны не с диалектикой, а с тем, что они точно так же, как при Ленине и при Сталине, проводят политику на их ключевые у государства. Государству они не отказывают, что оно паралитарское. Пока ещё, по крайней мере. Более того, когда была... Почти, но тем не менее. А что такое переходный период? Переходный период – это период борьбы между умирающими, капитающимися социалистами. А кто там, какой строй возьмёт вверх, мы не знаем. Кто кого. Поэтому там вполне возможно, всё это, весь этот подъём, может быть, такой же, как подъём, там, скажем, в Индии мы помогали, помните, бихилайский металлургический комбинат. В Индии вообще продаёт металл наших теснит. А мы не помогали ли Эгипту построить Асуанскую плотину? Как только мы построили, сам мы вот социализм взял на себя бремя, так сказать, очень капиталоёмких работ. Вот. Так сразу там стала частная собственность в обрабатывающих производствах развиваться, и там вырос настоящий капитализм. Поэтому и тогда Никита Сергеевич Кручёв именно за эру дал героя Советского Союза в политике и здесь. Жит наверх, задравший пузо, полуфашист, полу-СР, герой Советского Союза. Малярдель на всех на сэр. Как народ среагировал на вот это награждение. Это же было, и что? И тоже так, ну, среагировали, ну и всё. То есть, вот, Курбачёв там, он, так вот это уж тянулось с 56-го года. С 56-го года издевались, так сказать, над марксизмом-ленинизмом. А товарищи марксисты, ну, где-то, может, где-то шептут. Поэтому можно сказать, вот, Нина Андреева молодец, потому что жива и написала. Те, кто публиковали, тоже молодцы. До этого-то молчали, в углам только говорили. Ещё вопросы? Писарь, пожалуйста. Калашников. Калашников, вот, Калашников. Вот, такую фамилию хорошую и испортил, да. Спасибо большое. Вопросик небольшой. Давайте. Вы совсем почему-то не упомянули, вы говорили про Бухарина, но или работу Сталина о диалектическом и историческом материализме. Более того, сказали, что диалектика где-то там была в загоне. Я думаю, что это всё-таки так было. И более того, смею надеяться, что товарищ Сталин изучал всё-таки науку логики. Я бы сказал, что я бы хотел надеяться тоже. Но никаких к этому свидетельств не имею. Никаких. Наоборот. Наоборот. Есть свидетельства обратного порядка. Вот, скажем, он построил такую систему, которая была рассчитана на одного хорошего, умного и порядочного человека-вождя, которая не воспроизводилась и которая не могла преодолеть те противности. Уже антисталинское, антикоммунистическое большинство прислаждали не в Центральном комитете. Дали только его смерти. Поэтому. Вот Сталин был самый лучший из тех, кто изучал диалектику. Не погиб. Ленин тоже долго шёл по этому пути. Он изучал диалектику не погиб до 1914 года. Потому что очень много написано у Энгельса про диалектику. Очень много написано у Маркса. Капитал Марса – это и есть образец применения диалектики. И по применению диалектики к исследованию одной какой-то отрасли какие-то общие моменты диалектики можно изучить. Но вообще-то в целом изучать, скажем, технологии изготовления шарикоподшипника по шарику очень тяжело. Сталин, конечно, великий человек. Потому что он изучал по Марксу, по Энгельсу. Ленин знал блестяще. А Ленин – диалектик. Поэтому я думаю, что многие диалектики… И обвинять Сталина я тоже бы не стал, что вот Сталин, так сказать, сам не сел, не стал изучать. То есть когда тут война и стреляют, то вот, как говорится, Сталин оправдается, что он не загибил. Вот мы с вами не оправдаемся. Это была разница. Вот Сталин, так сказать, мы его можем сказать, что он не изучал. Я ничего особенного там, вот в этих работах Сталина. Ничего там, никакого продвижения, в смысле, нету. Это повторение того, что написано у Ленин. Хорошее повторение. То есть он вот воспроизводил, он отстаивал ленинизм от его искажений, извращений. Точно так же он вот и воспроизвел и положение программное о том, что… Программа, которая была, что оно избирательной единицей. Их государство, должен быть завод, фабрика. Но от этого уже на то, что это повторится. Диалектика состоит в исследованиях тоже, в том числе, теоретически. Дальше то, что мы… Вот если я возьму теперь другую работу, фото, которая называется «Проблема социализма в СССР», эта работа, конечно, свидетельствует о непонимании и незнании Таллина диалектии. Там говорится, сначально говорится, что у нас идет движение постепенно к тенью товарного всех товарных форм. И говорится, ну, будет совершен продукт-обмен. Такой продукт-обмен – это простая случайная форма. Есть то самое товарное производство, потому что товарное обращение – предшествие товара. Второе, значит, на товарное средство, совершенно правильно написано, средство – производство не товара. А предмет употребления – товара. А что такое предмет употребления товара? Если я вот в лице государства вам даю зарплату, а вы на эту зарплату приобретаете какие-то продукты, то деньги совершают круговое движение, бумажки, от государства и обратно. И выталкивает вам предмет употребления. А что в обмен продает? Если вот эти предметы употребления – товар, как написано у Сталина, значит, в обмен должен пойти рабочая сила товара, товарное производство на том этапе его развития. Когда рабочая сила становится товаром, называется каллизмом. Отсюда следует движение капитализма, теоретически. Второе, с точки зрения понимания того, что такое основание и что такое основной закон, он понимает, что основное – то, из чего развивается. Согласно Марксу, согласно Энгельсу, согласно Ленину, закон стоимости – это основное. Вот, так сказать, грамотные люди, в том числе Вознесенский, член политбюро, который был политбюро и руководителем Госплана в войну, и занимался строением промышленности. Во всех своих статьях до военного первая книжка избранная Николая Александровича, Николая Алексеевича, где писал, что закон стоимости – это закон частнокапиталистичного форма хозяйства стихийного. Сталина в экономических проблемах социализм в СССР писано закон стоимости – закон стоимистической экономики. Как может быть основной закон капитализма, как может быть основной закон положенного строя, может написать человек, который не изучал диалектики, изучал ее не по гегелью. Вот, а не так. Вы же не будете говорить, что Сталин против социализма, за капитализм. Вы уж точно не будете, правильно? То есть в оправдание Сталина можно только это сказать, что он изучал, к сожалению, не по гегелью, потому что такого бы он иначе не написал. И от него ведет ветвь. Кранрот, Либерман, Харьковский, Либерман, Московский, Ракицкий. Они – нет, раз закон стоимости – закон социализма, свободу закону стоимости. И вот эта свобода закону стоимости привела к уничтожению социализма. Поэтому, это вот, так сказать, истина, она безжалостна. Она не выбирает никаких ни авторитетов, не знает. Дважды два, четыре, независимо от того. Кент вы, доктор наук, или вообще вы простой, так сказать, гражданин без всякого образования. Ну, дважды два, четыре, не зависит от того, кто чего. Диалектика, изучение диалектики и знаний – это, вот то, что я сегодня говорил, это некая всеобщая истина. И это надо всем усвоить, независимо. И даже неплохо было бы усвоить тем, кто уже и не может их усвоить. Ну, что делать? То есть, это требование ко всем, в том числе, когда мы говорим о Сталине. Ходите Сталина. Такого хотите Сталина, который не знал диалектику, или хотите Сталина, который знает диалектику? Я думаю, что, если мы говорим о развитии, видимо, надо стремиться к этому. Тогда, может быть, для этого бы не было. И советы бы сохранились. И, поскольку они сохранились, удержалось бы это многое лучше. Хотя, при оценке деятельности исторических личностей, учить диалектику, не так надо подходить, чего бы мы от него хотели. А исторических личностей оценивать не потому, чего они не сделают, а потому, что они сделали. И мы высоко оцениваем Сталина. То, что он так многое сделал для дела социализма. Пусть кто-нибудь из нас столько сделает, это тоже высоко оценит. Мы его не догоним. Что, достаточно с вопросами? Успения есть, живая еще? 20 часов 15 минут. Что-то сигнал к тому, что... Он ведь не 8 сказал, а 20, чтобы понятно было. Что, благодаря Михаилу Васильевичу за содержательное и самое главное популярное изложение того, как надо изучать диалектику. Не столько за содержательное изложение. Я думаю, что один вывод науку логики сделать на стольной книге для начала. Пусть лежит на столе посохранили. У меня сейчас занятие в четверг. Если у кого лежит под столом, положите на стол.